МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 января цены на коммуналку не вырастут, но повышение тарифов все же грядет. Когда и на сколько его ждать? В Сочи спасатели помогли пожилому пловцу выбраться из морского плена. Пенсионер не мог покинуть волнорез. Три года тренировок, и вот результат. Адлеровские спортсмены привезли целый комплект медалей с Кубка России по тайскому боксу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маршрут, который объединит регионы. Проект «Золотое кольцо» Боспорского царства представил губернатор Краснодарского края на межрегиональном форуме Казахстана и России. Он посвящен новым подходам в развитии туризма. Вениамин Кондратьев рассказал министру экономики России Максиму Орешкину, что новый маршрут включает в себя 10 городов Кубани, Крыма и Ростовской области. Часть пути отдыхающие смогут проделать по морю на круизном лайнере. Подобные проекты легли в основу стратегии развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края до 2030 года. О туризме как драйвере. Рост экономики говорили уже на планерном заседании, которое провели президенты России и Казахстана. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани. В свою очередь Владимир Путин отметил, что сотрудничество регионов в области туризма является стратегически важным. Считаю это направление двустороннего сотрудничества также весьма важным и многообещающим. Туристическая индустрия обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительный доход в бюджеты, как федеральные, так и местные, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее предпринимательство. В России многое делается для продвижения внутреннего и въездного туризма. Хотел бы отметить, что в мае была утверждена соответствующая концепция до 2025 года. Ее реализация призвана сделать туристический сектор эффективным и высокодоходным, а также придать дополнительный импульс к социально-экономическому развитию регионов. Кубань, в свою очередь, является главным курортом России. Только в этом году здесь отдохнули почти 16 миллионов человек. Активное развитие в регионе получают агротуризм и санаторный отдых. С начала года запущены 26 новых туристических маршрутов. Около 40 тысяч дольщиков в крае восстановили свои права. Зам генерального прокурора страны Андрей Кикоти, глава Кубани Вениамин Кондратьев, подвели промежуточные итоги совместной работы в борьбе с нерадивыми застройщиками. На оперативное совещание в Ростов-на-Дону приехали и главы муниципалитетов, где больше всего насчитывается проблемных домов. Это Краснодар, Сочи и Новороссийск. Андрей Кикоти отметил положительную динамику в решении проблемы обманутых дольщиков. Значительную роль в этом сыграл принятый закон, который встал на защиту участников долевого строительства. Это дало возможность региональным и муниципальным властям найти инвесторов, которые помогут достроить проблемные дома. Мы кардинально перестроили работу правоохранительного блока. Для справки хочу сказать, что с ноября 2017 года было возбуждено 205 уголовных дел. Из них 170 уголовных дел в отношении застройщиков и 35 в отношении должностных лиц, органов власти, местного самоуправления и иных должностных лиц. 64 обвиняемых по этим делам на сегодняшний день арестовано, 31 обвиняемый помещен под домашний арест. Ну и хочу сказать, что работа продолжается. Сегодня даже местные инвесторы, местные строительные компании, они максимально загружены проблемами дальнейшего завершения строительства домов обманутых дольщиков. Поэтому строительные компании нами сегодня привлекаются и из других регионов. Все необходимые механизмы и правовые, и с точки зрения алгоритма действий есть, но тем не менее есть объективно дома, которые в ручном режиме требуют разрешения, с точки зрения и правового выхода, ну и подбора того инвестора, который их будет достраивать. Нам ничего не остается, как привлекать, еще раз подчеркиваю, компании, кстати, из других регионов. Масштабная работа по защите прав обманутых дольщиков началась в ноябре прошлого года. И, как отметил Вениамин Кондратьев, права людей будут отстаивать до тех пор, пока каждый из них не получит свои законные квадратные метры. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить вас лично, Андрей Владимирович, за принципиальную позицию защиты прав обманутых дольщиков, которые вы проводите системно, целенаправленно в Крымском крае. Результат сегодня налицо. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что и правовая база есть для того, чтобы права дольщиков были восстановлены, запущен механизм на системной основе, что принципиально важно. Помощь дольщикам превратилась из акций в настоящую, последовательную, еще раз подчеркну, системную работу. И это сегодня важно. Пока люди не поселятся в своих квартирах, не зарегистрируют свое право, собственно, на конкретное жилье, эта проблема снята не будет. Мы это отчетливо понимаем. Пока мы не закроем, я сейчас подчеркну, в целом реестр и подведем черту под последним дольщиком, проблема, конечно, закрытой считаться быть не может. До конца года в Крае планируют ввести в эксплуатацию 47 проблемных объектов. Сегодня достроено уже 35 домов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. С 1 января тарифы на коммунальные услуги не повысятся. Увеличение произойдет чуть позже. Сегодня в администрации города состоялось выездное совещание краевого органа ценового регулирования. Руководство региональной энергетической комиссии провело с сочинскими коллегами информационно-разъяснительную работу. На встречу с заместителем руководителя региональной энергетической комиссии пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций курорта и управляющих компаний. Посвятили встречу вопросам предоставления коммунальных услуг и ограничений роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Озвучил Денис Днегреба коллегам и итоги тарифного регулирования, отметив, что все параметры за 2018 год по краю выдержаны и составили 4%. Что касается традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги 1 января, то оно не произойдет. С 1 января тарифы не повысятся. Тарифы у нас, как принято решение, будут повышаться с 1 июля. Но это, к сожалению, необходимое решение, потому что инфляция все-таки есть. Газ, на основе которого производится тепловая энергия, растет в цене. Электроэнергия тоже в основном производится на газе, тоже растет. Соответственно, инфляционные процессы, они все-таки толкают тарифы на коммунальные услуги вверх. Происходить это будет в пределах индексов, соответственно, с постановлением правительства. Это в целом по Краснодарскому краю 4%. Я скажу более, что фактически мы выдерживаем индекс повышения платы граждан в размере 3,7%. Повышение тарифов связано с необходимостью инвестиционных программ, снижение износа этого оборудования, на которые фактически оказывают эти услуги. К сожалению, длительное время ничего не обновлялось. Поэтому для того, чтобы постепенно приводить к необходимому уровню оказания услуг, ну, к сожалению, тарифы должны несколько подрастать. Что касается тарифа на вывоз мусора, то он зависит от наличия мусорного полигона в городе. В настоящий момент услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, они являются конкурентными. Регулируется тарифом захоронений, обработка отходов, а также, если по определенной графической зоне, в частности, это Краснодар-Ординский район, выбран региональный оператор. Там в целом обращение с твердыми коммунальными отходами. В остальных случаях, как я уже сказал, это конкурентное поле, соответственно, на договорной основе. Так вот, в Краснодарском крае только один есть региональный оператор. Это мусороборочная компания. В Сочи до сих пор региональный оператор не выбран, который относится к Белореченскому полигону, город Сочи. Но это вопрос, который необходимо совместно решать муниципалитету, крайним властям. В Сочи спасатели помогли пожилому пловцу выбраться из морского плена. В отряд МЧС обратился охранник пляжа-санатория Черноморья и сообщил, что на волнорезе находится человек, которому требуется помощь. Мужчина стоял на самом конце волнореза и не мог выйти на берег, так как в середине бетонной конструкции был разлом. Спасатели помогли 79-летнему пловцу переправиться и предложили медицинскую помощь. Но мужчина отказался, сказав, что чувствует себя хорошо. Он сообщил, что всегда купается в море в это время года. Вот только выплыть на берег долго не мог. Волной его затягивало обратно, а сил оставалось все меньше. Единственное, что ему удалось – залезть на ближайший волнорез, который, к сожалению, оказался непроходимым. В Сочи с 12 по 23 ноября проводится всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. Грузинский консул встретился с сочинскими школьниками. Сегодня Звиад Татишвили посетил 44-ю школу в селе Пластунка, которую называют грузинской. Как встречали консула в сельской школе и что он подарил детям, расскажет Ольга Десятого. Высокого гостя в школе встречают по-грузински гостеприимно. Дети помладше читают стихи на грузинском, те, что постарше, танцуют. В одном танце слились две культуры. 44-я школа в селе Пластунка, а многонациональная, как и весь Сочи. Здесь за одной партой сидят грузины, армяне и русские. Здесь поистине семейные отношения. Бывают, конечно, и ссоры, и радости, и печали. Но, тем не менее, всегда приходим к единому мнению. Это единое мнение заключается в дружбе, согласии детей, взрослых, взаимопонимании. Для консула Звиада Татишвили небольшая экскурсия по школе. Здесь учатся всего чуть больше 200 человек. 44-я школа расположена в селе Пластунка, которое в Сочи считается грузинским. Поэтому и отношение к истории и культуре этой страны особое. Андрей Бондаренко, он не грузин, но с удовольствием учит грузинский язык. Он ходит ко мне на грузинский язык. Все мои друзья разных наций, но мы друг друга уважаем. И все. Все живем в дружбе. И таких, как Андрей, в школе почти четыре десятка. Все они посещают кружок, где учат грузинский. Теперь делать это будет еще проще и приятнее. Консул подарил школе книги. Это и русско-грузинский словарь, и сборники рассказов, и прописи. Таких книг на грузинском в местных книжных магазинах точно не найдешь. Мы с помощью этих учебников и такого внимания можем в дальнейшем изучать. Дети могут изучать грузинский язык. И есть возможность такая. Не забывать о своей традиции, о быте нашего народа. И это очень значимое дело. Действительно. Не обошлось и без большого застолья. Естественно, с блюдами традиционной грузинской кухни. Ну а после все переместились в школьный двор. Там консул Звиад Татишвили высадил дерево. В общем, я в восторге. Видно, что здесь поддерживают грузинский дух, грузинская школа. Но в действительности это многонационная школа. Но, как мы сказали, здесь учатся как грузинские, армяне, русские. И вот это пример. Саженец пополнил аллею фруктовых деревьев, которую здесь заложили совсем недавно. Но назвали ее символически – аллея дружбы. Здесь рядом будут расти привезенные из Грузии и пустившие корни в сочинской земле яблони, груши и персики. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи впервые пройдут чербаковские чтения. Их инициаторы – городские организации Русского географического общества и Российского общества историков-архивистов. 11 ноября в Центральную библиотеку приглашают всех, кому интересна история региона. Тема чтений – сочинское краеведение сегодня. Достижение проблемы перспективы. Чтения носят имя недавно ушедшего из жизни краеведа Сергея Николаевича Щербакова. Он оставил после себя богатое краеведческое наследие и стремился объединить разрозненные силы исследователей Сочи в самых различных аспектах. Проект планируют объединить краеведов, сочинских экскурсоводов, преподавателей краеведческих дисциплин, работников культуры и студентов. Требования к выступлениям, достоверность сведений и не более 10 минут на доклад. Материалы чтений войдут в очередной выпуск «Альманаха. Сочинский краевед». В Лондоне представили конкурсную программу сочинского международного кинофестиваля «Ирида-2018». Он пройдет на курорте с 11 по 16 декабря. Президент фестиваля Любовь Балагова отметила, что прием заявок заканчивается 10 ноября, но из заявленных 800 кинолент в основной конкурс отобраны пока 10. Всего в конкурсные программы кинофестиваля войдут 12 полнометражных игровых фильмов, 7 короткометражных и 7 документальных. В этом году фестиваль пройдет под эгидой мирового женского движения. Сопредседателями жюри основного конкурса сочинского международного кинофестиваля «Ирида» в этом году станут английский режиссер Мохи Кандур, народная артистка России и режиссер Елена Цыплакова. Изюминкой нынешнего кинофестиваля в Сочи станет новая внеконкурсная программа «В фокусе. Регион», включающая киноработы, снятые на территории Северного Кавказа. Игра международного масштаба на Краснодарском поле. Сборные России и Намибии проведут товарищеский матч по регби в кубанской столице. Игра состоится завтра, в субботу, на стадионе «Кубань». В составе российской национальной команды сразу три кубанских спортсмена – Тагир Гаджиев, Владимир Остраушка и Роман Ходин. Об этом журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что наш край регулярно принимает международные всероссийские соревнования по популярным видам спорта. Не первый раз краевая столица принимает матчи такого уровня. Весной этого года на Краснодарском стадионе уже прошли три матча с командами Испании, Бельгии и Грузии. Игры собрались выше 20 тысяч зрителей. А завтра на поле выйдут три кубанских спортсмена из регби-клуба «Кубань». Будем болеть за наших. Важно, что на такие матчи приходят и взрослые дети. Тысячи мальчишек могут вауче наблюдать за лучшими регбистами планеты. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс уже называет предстоящую игру испытанием для команды. Ведь соперник сборная Намибии – вторая по уровню мастерства команда с африканского континента. Адлергские спортсмены привезли целый комплект медалей из Кубка России по тайскому боксу. Отличилась и младшая группа для них. Параллельно с турниром для взрослых в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский Кубок Содружества. Воспитанники 10-й спортшколы, несмотря на тяжелые поединки, вышли в лидеры. Чемпионкой Кубка России стала Соченко Александра Чубаркина. Оба боя были достаточно тяжелыми, но благодаря упорному труду, работе, мне удалось одержать победу. В принципе, идет цикл соревнований, ведущих к чемпионату России, который будет через 4 месяца. Поэтому не останавливаемся и тренируемся, работаем дальше, достигаем более высоких целей. Победителем всероссийских соревнований Кубок Содружества для спортсменов младшей группы стал Артак Манукен. Эта победа далась мне нелегко. Я провел на этом турнире три боя и одержал во всех победу. Это показатель нашей школы Дюш-10 о том, что мы работаем и то, что мы не стоим на месте и показаем высокие результаты. Серебро Кубка Содружества завоевали сочинцы Давид Каландия и Давид Шумайлов. Бронза также у наших земляков – имама Мурсалова и Рамазана Абдулаева. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...